Леон Бакст родился в 1866 году в Гродно. Много времени проводил в петербургском доме своего деда, который привил ему прекрасный вкус и поддержал в стремлении стать художником. В Петербурге Леон стал вольнослушателем Академии художеств и занимался в студии известного художника Александра Бенуа. К 25 годам Бакст уже неплохо зарабатывал книжной иллюстрацией, получил признание как живописец и отправился совершенствовать мастерство в Париж. А вернувшись в Россию, вступил в объединение писателей-художников «Мир искусства». Графика, изданная в журнале «Объединение», приносит Баксту громкую славу. В это же время он пишет пейзажи, пронизанные мистикой картины, и портреты известных современников – Сергея Дягилева, Айсидоры Дункан, Зинаиды Гиппиус, Жанна Кокто и других. Пробует себя в качестве сценографа, создавая декорации и костюмы к спектаклям Дягилева в Императорском театре. Зрители были в восторге. Бакстом восхищались и в художественных, и в театральных кругах. Но в 1909-м художник был выслан из Петербурга, как еврей, не имеющий права на жительство. Леон обосновался в Париже и занялся оформлением театральных постановок. Сценография и костюмы, созданные Бакстом для балетов Дягилева, вызвали настоящий фурор и стали революцией в мире моды. Европейские магазины заполнились платьями и тканями, созданными по костюмам из балетов русских сезонов. А в историю театрального искусства художник вошел как новатор, объединивший декорации с постановкой в одно целое. В 1924 году, незадолго до смерти, он был во второй раз удостоен высшей награды Франции Ордена Почетного Легиона. Леон Бакст – ярчайший художник Серебряного века, человек, изменивший мир искусства 20-го столетия.